Пять неразгаданных тайн древности, ну или же пять археологических головоломок. След в Антилопа Спрингс. 1 июля 1968 года охотник за окаменелостями Уильям Мейстер-старший взял свою семью в поездку по Антилопа Спрингс. В поездке Мейстеру попалась на глаза окаменелость, которая была похожа на след от обуви, причем пятка была вдавлена глубже, чем остальная часть стопы. С печатком он обнаружил двух окаменевших трилобитов. Найдя их, он сразу подумал, что человек в обуви каким-то образом наступил на окаменелости. Проведя Мейстер и его коллеги выяснили, что возраст охотки составляет почти 600 миллионов лет. Кроме того, трилобиты были морскими существами, а значит, печаток входил в море. Почему, никто не знает. Вечно горящие лампы. Лампы, которые продолжали гореть без топлива, в средний путь, окруживали по всему миру. Эти лампы были запечатаны в гробницах, якобы для того, чтобы у покойного был свет, который поможет ему найти путь в загробную жизнь. Некоторые из этих гробниц были открыты совсем недавно, а лампы в них все еще горели. Суеверные люди были в ужасе от этого явления и стремились уничтожить тимый светильник, с которым им довелось столкнуться. Другие обвиняли языческих жрецов в обмане. Третьи просто отказывались верить в то, что лампы не гореть в течение неопределенно долгого периода времени. А подавляющее большинство утверждало, что все это козни дьявола. Также была распространена гипотеза, что в еврейских общинах было открыто и сохранено то, что мы сегодня называем электричеством. Согласно легенде, один французский раввин по имени Жишеле, которая могла загореться сама по себе, без фитиля и топлива. Но даже с электричеством, которое в наши дни является обыденной вещью, все, кто когда-то мог воссоздать вечно горящие лампы, потерпели неудачу. Поэтому вопрос остается прежним. Как эти лампы горели в течение сотен лет без топлива? Древнее сооружение под Галилейским морем. В 2003 году ученые случайно обнаружили структуру конической формы под Галилейским морем. Геофизик Шмуэль Марко рассказал CNN, что они были очень удивлены, когда увидели нечто, что выглядело как бронзовая статуя на дне океана. Марко предползил. Древнее сооружение, возможно, было морским питомником для рыбы. Однако большинство археологов считают, что сооружение изначально находилось на поверхности Земли. Струкнулось под воду постепенно, в течение долгого времени. Сооружение состоит из базальта и имеет коническую форму. Дно сооружения 70 метров, а его высота 10 метров. Возраст оценивается от 2000 до 12 тысяч лет. Этот диапазон был определен, исходя из количества, появившегося на основании сооружения. И из последующего сравнения, сооружения с аналогичными структурами. Археолог Дани Надель отметил, что сооружение напоминает древние захоронения в этом районе. Назвав это по-настоящему необычной находкой, Надель предположил, что сооружение, вероятно, использовалось для каких-то республикций. Также он отметил, что построено это сооружение из больших камней, каждый из которых весит около 100 килограммов. И это действительно впечатляющее достижение. При этом он подчеркнул, что истинное назначение и возраст этого сооружения, скорее всего, так и останутся неизвестны. Тоннели Баи Более... Азад, храм Баи в Риме, был очень популярным местом, известным своими минералами, предположительно дающими бессмертие, и тем, что в нем возможно... Вот Ваид, теперь же от него остались лишь таинственные руины. В 60-х годах Роберт Пейджет и Кит Джонсон решили исследовать эти руины. Иснувшись через узкое отверстие, они оказались в узком тоннеле, в котором пахло вулканическим газом. Пейдж обнаружил, что начало тоннельного комплекса указывало на... А сами тоннели идут в основном с востока на запад. Это позволило предположить, что ритуалы были важным фактором при строительстве тоннелей. Исследователи нашли... ...ниж, предназначенных для установки светильников вдоль стен тоннелей. Также они обнаружили то, что казалось было системой вентиляции тоннелей. А когда они дошли до конца тоннелей, на свет появилась настоящая загадка. Сразу за резким поворотом бежал поток кипящей воды. Камни, которые ученые бросали в эту воду, казалось бы, «Слезают в темноте». Мужчины решили, что если мифический вход в Аид на самом деле существует, то они, вероятно, только что его нашли. В 1905 году ученые с помощью полковника Дэвида Льюиса определили, что кипяток шел из подземных вулканических каверн, которые возникали из-за горячих источников. Тем не менее, даже с этим новым знанием было совершенно непонятно, кто именно построил тоннели бои и с какой целью он это сделал. Паралепипед В 1885 году один из сотрудников литейного цеха в Австрии обнаружил таинственный Зальцбургский паралепипед. Он ра... Гля, и нашел в нем паралепипед очень странного вида. На его поверхности было множество отверстий и трещин, цвет у него был необычный, а внизу посередине... Особенно глубокая трещина. Рабочий никогда не видел ничего подобного, и после того, как находку показали начальнику, ее было решено передать в музей. В 1905 году профессор по имени Адольф Гурльт изучил паралепипед и установил, что он был частью метеорита. Но дальнейшее исследование артефакта в музее естественное. Зала, что он на самом деле не был метеоритом, а был создан искусственно. Причем неизвестно кем. Считается, что куску угля, в котором нашли паралепипед... 60 миллионов лет. Ну а на сегодня это все. Буду рад, если поставите лайк под видео и подпишитесь на канал. Спасибо за внимание и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok